Казахстанский протест кто-то, возможно, и пытался представить как экономический, но он удивительно быстро приобрел вполне узнаваемые черты. И вот уже при штурме Акиматов областных администраций слышно, как в толпе выкрикивают «Исламский такбир». Назад Стив Бейкер у Капитолия. Журналист был там, где творилась история. Американцы никогда прежде не брали штурмом свой храм демократии. Я держал камеру, снимал все это и просто пытался быть в безопасности. То есть вы не участвовали ни в каких актах насилия, не ломали имущество? Нет, даже когда меня допрашивало ФБР, они благодарили меня за то, что я ничего не разрушил и никому не причинил вреда. Но пять лет тюрьмы от благодарного ФБР он все равно может получить. Журналист в поисках лучшей точки съемки встал на скамейку внутри Конгресса. И это преступление. Они разбили зеркало, они сломали кучу вещей. Они сделали ужасные вещи повсюду, на коврах. Ковры в кабинете спикера палаты представителей почистили, но выветрить из памяти события годичной давности Нэнси Пелоси не может. Год назад сторонники Трампа пришли за Пелоси и теми, кто 6 января собрался в Капитолии утверждать результаты президентских выборов. Результаты проигравшей стороне казались нечестными. Толпа пошла на штурм. Мы пытались по-хорошему, мы говорили, голоса украдены, есть мошенничество, но нас не услышали. Протестующие безоружные, но в них стреляют. Так застрелена ветеран армии США Эшли Бэббит. Полицейский, убивший сторонницу Трампа, никак не наказан. Либеральные медиа, женщину, награжденную медалями за службу в Ираке и Афганистане, стыдят, хотя та и погибла. Остальных участников протеста клеймит уже ФБР. Бюро ведет самое большое дело в истории. 700 обвиняемых и каждый назван внутренним террористом. 3.30 ночи агенты ФБР выбили двери в доме моего сына. Их было 15 человек. Они забросили внутрь светошумовые гранаты. Так сына арестовывали. Он был за решеткой полтора месяца. Владельцы дома, который он снимал, не пустили его обратно. Его лицо было во всех новостях. С ним разорвали контракты все партнеры по бизнесу. Сын все еще под следствием, поэтому говорит отец. Из Аризоны через всю страну год назад они вместе приехали в Вашингтон, чтобы поддержать Трампа. Из материалов ФБР видно, Райан Зинг в здание не входил, не нападал на полицейских. Но статья, по которой его обвиняют, предусматривает до 20 лет тюрьмы. Мы идем к Капитолию. Мы постараемся дать им такую гордость и смелость, которые им нужны, чтобы вернуть нашу страну. Так за час до штурма Капитолия у Белого дома напутствовал сторонников Трамп. Поддержать президента приехали десятки тысяч недовольных американцев из разных концов страны. Завтра мы должны войти внутрь Капитолия. Внутрь Капитолия. Нет, нет. Толпа против вторжения в Капитолий накануне вечером. На следующий день тот же настырный активист продолжает звать народ на штурм. На слушаниях в Конгрессе генеральному прокурору покажут эти кадры и спросят, почему откровенного подстрекателя нет среди тех, кого разыскивает ФБР. Есть подозрение, что в толпе 6 января работали федеральные агенты. Вы можете нам сказать, сколько таких агентов работало 6 января? И агитировали ли они людей войти в здание Конгресса? Я не буду давать такие комментарии, пока идет следствие. Десятки тысяч возмущенных трампистов съезжались в Вашингтон за несколько дней до штурма. Но ни городскую полицию, ни полицию Капитолия никто не усилил. Никто не разбирается, почему не был защищен Капитолийский холм. Хотя события того дня расследует прокуратура ФБР, созвана специальная комиссия Конгресса. В ней все члены как на подбор, или демократы, или республиканцы, ненавидящие Трампа. Так что копают исключительно под него. Политиков не цепляют кадры, где люди в форме убирают перед толпой ограждения, словно приглашая зайти. Там было много полицейских, которые вообще никак не сопротивлялись. Многие говорили по телефону, писали сообщения. Они не предостерегали никого, не говорили, не делайте этого. И толпа из сотен человек с удовольствием заходила в здание. И я шел за ними. После штурма руководство полиции Капитолия сменили. Службе выделили дополнительные 70 миллионов долларов на оснащение. После 6 января сразу пять таких рамок металлоискателей появились на входе в главный зал заседаний. Вот уже год войти внутрь с оружием невозможно. Защищаются политики не от непрошенных вооруженных гостей, а от самих себя. Боятся, что кто-то из оппонентов или их помощников захватит на дискуссию пистолет, а может нож. Не просто страна расколота. Единства нет даже в администрации. Президент и вице-президент вместе на Капитолийском холме в годовщину 6 января. Он ее речь слушает, она его нет. Госпожа вице-президент. Харрис, обернувшись, уходит, может быть, зная, что скажет Байден. Ничего нового. 6 января, в версии демократов, это дело рук республиканца Трампа. Бывший президент Соединенных Штатов Америки создал и распространил паутину лжи о выборах 2020 года. Он сделал это, потому что власть для него важнее принципов. И поскольку его уязвленное эго для него важнее нашей демократии или нашей конституции, он не может признать, что проиграл. А чего не может Байден, так это убедить соотечественников в своей честной победе. В законности его избрания, как показывают опросы, сомневается каждый второй житель США. Денис Дмитриевич.